Как лечить бактериальную инфекцию? Ваше тело принимает тысячи бактерий, которые играют важную роль в поддержании вашего здоровья. Бактериальная инфекция может произойти, когда эти бактерии размножаются из-под контроля и проникают в другие части вашего тела или когда вредные бактерии внедряются в вашу систему. Бактериальные инфекции варьируются от легкой до тяжелой. Продолжайте читать, чтобы узнать, как обнаружить лечение бактериальной инфекции. Получение медицинское лечение Обратите внимание, ваши симптомы. Ниже приведены симптомы возможных бактериальных инфекций, которые могут потребоваться лечению врачом. Лихорадка, особенно с тяжелой головной болей или боли в шее или боль в груди. Затрудненное дыхание или боль в груди. Кашель, который длится дольше. Чем на неделю. Сыпь или отек, который не будет идти вниз. Увеличение боли в мочевыводящих путях, который может быть боль при мочеиспускании, в нижней части спины или в нижней части живота. Боль, отек, тепло, гной, дренаж или красные полосы, простирающиеся от раны. Расписание встреч с вашим доктором. Единственный верный способ определить, какие типы бактериальной инфекции у вас есть, чтобы посетить врача. Если вы думаете, у вас есть инфекция, обратитесь к врачу и назначить встречу сразу. Ваш врач может провести анализ крови, посев мочи, или мазок из зараженной зоны, чтобы определить, какой тип инфекции у вас есть. Помните, что бактериальные инфекции могут быть диагностированы только врачом. Если вы считаете, что у вас есть инфекция, обратите внимание на симптомы и пойти к врачу для лечения как можно скорее. Попросите вашего врача о различных типах антибиотиков. Спрашивая вашего врача о различных типах антибиотиков, которые доступны, сделает его более легким для вас, чтобы понять, что ваш врач предписывает. Антибиотики широкого спектра бороться широкий спектр бактерий. Антибиотики среднего спектра целевой группы бактерий. Антибиотики аузского спектра действия производятся для лечения одного конкретного вида бактерий. Полимексины попадают в эту категорию небольшой антибиотиков. Лечение намного проще и эффективнее, когда ваш врач знает, какие бактериальные инфекции у вас есть. Следуйте указаниям вашего врача о том, как относиться к вашей инфекции. Ваш врач будет выбрать тип антибиотика, который лучше работает против специфических бактерий, что вызвало вашу инфекцию. Имейте в виду, что существует много различных видов антибиотиков, и только врач может назначить антибиотик для вас. Убедитесь, что вы точно знаете, сколько антибиотика вы должны принять, и когда вы должны принять его. Некоторые антибиотики необходимо принимать с пищей, некоторые должны быть приняты в ночное время и т.д. Попросите вашего врача или фармацевта, если вы не понимаете инструкции дозировки. Возьмите полный курс антибиотиков, что ваш врач прописывает. Если вы не пройти полный курс, ваша инфекция может ухудшиться. Вы также можете стать устойчивыми к антибиотикам, которые могут сделать это трудно для лечения других инфекций. Даже если вы чувствуете себя лучше, вы должны принять все антибиотики, чтобы убить болезнетворные бактерии, что осталось в вашем теле. Если прекратить лечение слишком рано, вы никогда не можете полностью избавиться от инфекции. Очистка рани для предотвращения бактериальной инфекции Предотвратить инфекции кожи путем надлежащей очистки и перевязывая рану сразу же. Правильное лечение первой помощи имеет важное значение, чтобы помочь предотвратить бактериальную инфекцию, но вы не должны пытаться лечить тяжелую плоть намотана самостоятельно. Если рана глубокая, широкая, или кровоточения много, то вы должны немедленно обратиться за медицинской помощью. Мойте руки перед обработкой раны. Если вы лечите рану грязными руками, вы увеличите шансы бактериальной инфекции. Мойте руки теплой водой и антибактериальным мылом в течение 20 секунд и высушить их хорошо. Носите чистые виниловые или латексные перчатки, если они доступны. Избегайте латексные перчатки, если у вас есть аллергия на латекс. Держите давление на рану до остановки кровотечения. Если кровоточение тяжелое, немедленно обратитесь к врачу. Не пытайтесь лечить тяжелое ранение самостоятельно. Очистите рану теплой проточной водой. Держите рану под слабой стульей проточной воды, чтобы очистить его. Не используйте мыло на рану, если это не представляется явно грязное. Если это действительно кажется грязное, прочистите вокруг раны нежно с мягким мылом. Кроме того, не следует использовать перекись водорода, чтобы очистить рану. Перекись водорода может помешать исцелению. Если вы заметили какие-либо мусора в рану, вы можете попытаться удалить его с помощью пинцета, которые были стерилизованы с алкоголем. Если вы не чувствуете себя комфортно делать это, вы можете обратиться к врачу для лечения. Нанесите мазь. Мазь с антибиотиком, таких как неоспорин, может помочь раны заживают быстрее и может помочь сохранить инфекции в страхе. Осторожно применять мазь к раненной области после очистки. Перевязать рану. Если рана небольшая царапанье, оставить его открытым для воздуха. Если рана глубже, накройте ее стерильной марлей. Допускающая пригорание повязка удерживается на месте с медицинской лентой. Лучший вариант для больших ран, хотя большие пластыри могут также работать. Убедитесь, что вы не ставите площадь к левой повязке поверх раны, так как она может вновь открыть рану, когда вы удалите его. Изменение марлю один раз в день, если она грязная. Хорошее время, чтобы изменить марлю, когда вы принимаете душ. Следите за признаками инфекции. Если рана красная, опухшая, гноящаяся, проносясь красной от раны, или просто глядя хуже, обратитесь к врачу. Предотвращение бактериальной инфекции от пищевых продуктов. Держите руки в чистоте. Перед тем, как обращаться с пищей, вы должны всегда мыть руки с антибактериальным мылом и водой в течение 20 секунд. Сухие руки хорошо с чистым, сухим полотенцем. Если вы справляетесь с сырой мясом, мыть руки после обработки мяса, чтобы избежать перекрестного загрязнения других пищевых продуктов или поверхностей. Вымойте пищу хорошо. Мыть сырые фрукты и овощи, прежде чем съесть их. Даже натуральные продукты должны быть у аши.уси антибактериальный очиститель на поверхностях, которые вступают в контакт с сырой пищей, чтобы убить потенциально опасные бактерии. Используйте другую разделочную доску для каждого вида пищи. Используйте разные разделочные доски для фруктов и овощей и сырого мяса, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Приготовить пищу хорошо. Следуйте инструкциям, когда вы готовите сырые продукты, чтобы убедиться, что вы готовите их должным образом. Используйте термометр для мяса, чтобы убедиться, что вы готовите мясо до нужной температуры. Предотвращение распространения бактериальных инфекций. Помой свои руки. Тщательное и частое мытье рук, особенно после того, как прикасаться к лицу, рот или нос, если вы больны, после прикосновения другого человека, который болен, или после замены пеленок малыша, может сократить количество резко от количества микробов, которые вы выставляете себе. Мойте руки с мылами теплой, или горячей, водой в течение не менее 20 секунд. Обязательно очищайте между пальцами и под ногтями. Затем сполосните руки хорошо с чистой водой. Накройте кашля и чихание. Помогите другим остаться хорошо, когда вы больны, закрывая рот и нос, когда вы кашляете или чихаете. Это поможет сохранить ваши микробы воцарился, не позволяя им летать по комнате. Мойте руки после кашля или чихания в ваши руки, прежде чем прикасаться другого человека или общей поверхности, такие как дверные ручки или выключатели света. Вы можете также закрывать рот или нос в сгибе руки, внутренняя часть локтя. Это может помочь ограничить распространение микробов, не причиняя вам нужно мыть руки каждые 2 минуты, пока вы больны. Оставайтесь дома, когда вы больны. Вы можете ограничить распространение микробов, оставаясь вдали от других, пока вы больны. Если вы можете отлынивать от работы или дистанционный доступ в течение дня, ваши коллеги, вероятно, оценят вашу заботливость. Держите детей дома, когда они больны. Дневные центры и школы часто кишит инфекционных микробов. Это характерно для инфекции, чтобы скакать от ребенка к ребенку, в результате чего несчастные дети и подчеркнул отказа родителей. Избегайте этого, держа ребенка дома, когда она больна. Она, вероятно, лучше быстрее с вашей заботой, и вы помогаете мешать другим стать больным, а также... Будьте в курсе вакцин. Убедитесь, что вы и ваши дети получили все рекомендованные вакцины для вашего возраста и географического региона. Вакцины помогают предотвратить инфекции и болезни, прежде чем они происходят, что является предпочтительным, чтобы относиться к ним после того, как они произошли. Понимание общих бактериальных инфекций. Понимание стафилококковых инфекций. В стафилококке, более обычно называют стафилокок, являются грамм положительные коки в кластерах. Грамм в грамм положительных, относятся к образцу грамму бактерий, если смотреть под микроскопом. Коки обозначают форму, если смотреть под микроскопом. Это виды бактерий, как правило, проникают в организм через порез или рану. Узнайте о стрептококковых инфекциях. Стрептококки, более обычно называют стрептокок, являются грамм положительные коки в цепи и общий тип бактерий. Стрептококки вызывают воспаление горла, пневмония, целлюлит, импетига, скарлатина, ремматизм, острый гламироланифрит, менингит, атид, синусит и многие другие инфекции. Кишечная палочка, кишечная палочка, грамм отрицательная стержень, находится в отходах животных и человека. Существует большая, разнообразная группа бактерий Е.Чоли. Некоторые штаммы вредны, но большинство штаммов не являются. Е.Чоли может вызвать понос, желудочно-кишечные инфекции, инфекции мочевыводящих путей, инфекции дыхательных путей и других инфекций. Понимание сальмонеллы инфекции. Сальмонелла является грамм отрицательная стержень, который может привести к нарушению желудочно-кишечного тракта. Сальмонелла может вызвать тяжелую болезнь, и это, как правило, требует длительного лечения антибиотиками. Сырые или мясо птицы, мясо и яйца могут содержаться альмонеллы.